Здравствуйте! На телеканале Енисей программа «Итоги» в студии Ян Ермешов. В начале коротком о главных темах выпуска. Программа капитального ремонта в крае вновь забуксовала. Почему в Льсосибирске и Ачинске в целом справляются с капремонтом, а в Красноярске, Канске и Железногорске нет? В чем причина и где искать выход из трудной ситуации? Красноярский край получит почти 2,5 миллиарда рублей на строительство 14 детских садов с ясенными группами. Где и когда они появятся? 12 человек в Красноярском крае получили в награду новые автомобили. Кому и за что получили такой ценный подарок? История одной из награжденных. Программу капитального ремонта в Красноярске выполнят только наполовину, заявили городские чиновники. Хотя по общему количество домов отремонтировали больше, чем за предыдущий год. Общественники, подводя итоги, говорят, не выполнены работы на 9 объектах из 10. Далеко не простая ситуация. В Железногорске, Канске, Бородино, Назанове. Но есть и территории, к которым серьезных претензий нет. Например, Лисосибирск и Ачинск. Ежегодно ответственные лица уверяют, что учли ошибки. Но почему же программа капитального ремонта снова забуксовала? И самое главное, есть ли свет в конце тоннеля? Ну, нужно на квартиру уезжать, потому что здесь оставаться нельзя. Реально очень холодно. Трубы вроде бы теплые, батареи. Но спим вот так, с двумя одеяльями, потому что по-другому никак. Включаем клетку, чтобы в комнате не было влаги. До трех часов включенная. После трех отключаем, потом опять включим. Тем более у нас маленький ребенок. Под одеялом, с печкой или вовсе в другой квартире. В Красноярске каждый по-своему пытается пережить капитальный ремонт. Любовь-юхновец даже рада холодам, потому что в квартире хотя бы не капает. Вот сегодня первый день я убрала тазики. Мало того, что мы спим вот так вот, тут стоит вот тазик, вот тут кастрюля. Так лучше бы они не трогали ее. Пускай она как бежала, подлатывала, и все нормально было бы. Вот. Чем они вот взялись и бросили. Месяц, месяц они не появляются. Новую крышу на 60 лет октября 112 подрядчик обещал сдать к середине ноября. Только какого года, не уточнил, вздыхают жители. Рабочие зашли на эту крышу в сентябре и, как видно, взялись за работу очень активно. За несколько дней жители, говорят, убрали верхний слой кровли и завезли строим материалы. Вот мы видим керамзит, цемент, кирпичи. Но также быстро почему-то исчезли, оставив после себя и лопаты, и тележки, и даже кроссовки. Ситуация в Назарове не лучшая. Жители двухэтажки по улице Чехова боятся остаться и без кровли, и без отопления. Трубы расположены на чердаке, на улице минус 20, а крыша разобрана. К слову, Назарова на Редусканском и Бородино в списке худших по исполнению программы капитального ремонта. У этих городов фонд решил забрать функции технического заказчика работ. И неэффективно, и у них отсутствуют более-менее грамотные специалисты. Поэтому и текучесть, когда они на данное направление брали людей, которые еще параллельно чем-то другим занимались. Мы проверяли вот восточную группу районов, Каннск и другую. В итоге выявились нарушения на полтора миллиона. Столицы края тоже похвастаться нечем. Городские власти признают, план 2018 года провалили. Виноват их много, наказать пообещали всех. Здесь, конечно, виноваты, прежде всего, подрядные организации, которые производят эти работы. Конечно, виноват заказчик, технический заказчик, который не смог правильно организовать взаимодействие. Те подрядные организации, которые работали в этом году, показали себя только с негативной стороны. Они, естественно, в наших проектах больше участвовать не будут. Заменить найдут, кем придут компании, которые сейчас задействованы на объектах универсиады. В этом году в Красноярске тестировали новую схему подрядов. В одни руки отдавали и разработку проектов, и строительно-монтажные работы. Эксперимент оказался неудачным. Из 300 компаний, которые аккредитованы для капитального ремонта домов, контракты на таких условиях разделили между собой только четыре организации. И, ожидаемо, не потянули такой объём. Да и пройти госэкспертизу – дело непростое. И самое главное – очень затратное. В пять миллионов обошлась эта процедура, поделился с нами один из подрядчиков. Задумка у него великолепная – отдать подрядчику проектирование. Потому что никто лучше подрядчика не сможет отпроектировать дом, потому что ему самому потом там работать. Технологию прохождения государственной экспертизы, а самое главное – стоимость её, и кто за неё должен платить, никто не определил, потому что в договоре всё очень обтекаемо написано. Но не может проектировщик оплачивать экспертизу. Это незаконно. Её должен оплачивать заказчик. Фонд, соответственно, не хотел платить. УКС платить не может. Поэтому платили мы. Сами заказчики, оценивая свою работу в Красноярске, более оптимистичны, говорят, получили опыт, учтём ошибки. Но честно признаются, 250 домов сделать так и не успеют. В 188 ремонт завершили. И ещё 180 объектов сдадут до конца декабря. Правда, скромно умалчивают. Среди них есть и те, что тянутся ещё с 2017 года. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но по 10 домам, по 15 домам нельзя судить о провале всей системы капремонта, о провале всего вообще, всех работ. Ведь на сегодняшний день у нас в городе с вами порядка по 100 домам ведётся ремонт системы теплоснабжения. У вас есть хоть одно обращение от людей, что у них есть проблемы по этому вопросу? Нету. Эксперты считают, что кураторам программы нужно выстраивать чёткие алгоритмы действий с понятными для всех участников правилами, зоной ответственности и экономическими расчётами. А мы который год наступаем на одни и те же грабли. Если технический заказчик и дальше будет с подрядчиками так отношения выстраивать, никакого приличного климата в части капитального ремонта и бизнес-отношений никогда не сложится. Если люди понимают, что они могут безнаказанно срывать сроки, безнаказанно оставлять людей без крыши, безнаказанно затягивать выполнение ремонта на год, на два и дальше, они будут продолжать это делать. В Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ ситуацию не приукрашивают. Ждут руководителя фонда капремонта. Итоги на эту должность подведут в середине декабря. И уже с новой командой будут воплощать в жизнь антикризисный план. Не исключено, что усилят штат регионального фонда. А муниципальные власти будут нести персональную ответственность за исполнение программы. Там, где фонд выступает непосредственно заказчиком выполнения работ, и качество улучшилось, и, безусловно, количество выполняемых работ тоже поднялось. Мы бы хотели это видеть, чтобы главы не отстранялись от этой работы. И тогда, конечно, успех будет на нашей стороне. В пример приводят Шарыпово, Лиссасибирск и Ачинск. К этим территориям серьёзных претензий нет. В Железногорске дела обстоят не очень, несмотря на активность и решительность мэра. Вы не можете организовать эту работу. Так же, как они смогли закончить Курчатово. Так же, как провалили Советскую. На этой неделе он инспектировал в городе дома без крыш. И пообещал уволить ответственных за провал годовой программы. Делайте выводы. Причём завтра. Либо я сделаю за вас. Добавлю, в этом году в Крае планировали провести капитальный ремонт почти в двух тысячах домов. В фонде уверяют, 1200-1300 будут готовы. Часть работ отложили по просьбам жителей. Люди решили подстраховаться и перезимовать под старой, но ещё надёжной крышей. Напомню, что в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Края разрабатывается новая схема работы с подрядчиками капитального ремонта домов. Если она заработает, то появится реальная возможность привлечь в программе капремонта крупные строительные компании. Ещё одна тема, которая обсуждается не одну неделю – ситуация на рынке топлива. Огромная очередь из бензовозов на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. Вот такую картину можно было наблюдать на этой неделе. На подъезде к топливоналивной станции скопились десятки машин. Водители из разных районов Края и даже из других регионов ждали возможности залить в цистерны дизельное топливо. Причём некоторые, по их же собственным словам, стояли тут по несколько суток. И это при том, что поблизости нет магазинов, никаких либо элементарных удобств. Как и рассказывали водители бензовозов, машины крупных оптовиков получают топливо без очереди, а всем остальным приходится ждать. На самом Ачинском НПЗ ограничились кратким комментарием, пояснив, что завод работает в плановом режиме. По данным нашего корреспондента, очереди из бензовозов возле Ачинского НПЗ сохраняются, хотя машин стало меньше. Тем временем, другой крупный поставщик «Газпром» поднял на этой неделе цены на дизельное топливо на 2 рубля. Мы направили письмо руководству компании, пока официального комментария не последовало. При этом на некоторых заправках в Красноярске автомобилисты отмечали периодически перебои с дизельным топливом. На фоне этих проблем красноярские коммерческие перевозчики заговорили о возможной отмене скидок по транспортным картам. Пока в краевом Минтрансе продолжают рассчитывать новый тариф, предприниматели ищут варианты, на чем можно сэкономить. Сергей Сеславин разбирался в проблеме. Отменить все скидки по транспортным картам пока это только намерение перевозчиков, но уже с 1 января такая схема может стать реальностью, если в системе тарификации ничего не изменится. Что касается социальных и пенсионных карт, то здесь все остается по-прежнему. Речь идет только о простых электронных проездных. Перевозчики уверяют, это вынужденная мера. Когда три года назад принимали нынешний тариф, маршрутчики вполне могли позволить себе дать пассажирам скидку. Тогда в документах цена на дизель была заложена 37 рублей за литр. Сейчас предприниматели его покупают почти за 50. При такой стоимости горючего приходится экономить на всем. Мы понимаем прекрасно, что тариф на сегодняшний день это неправильная, может быть, даже в каком-то мере ситуация. По одной простой причине, что наши пассажиры тоже не в состоянии платить больше. Поэтому мы всегда обращаем внимание, что топливо дорогое. То есть, даже если повысится тариф, то эти денежные средства мы заберем у пассажиров и отнесем в «Газпром» либо в «Роснефть». Эти деньги не останутся у перевозчиков. Среди пассажиров единого мнения по поводу отмены скидок нет. Оказалось, большая часть людей предпочитает наличный расчет. Вот что говорили те немногие, кто все же пользуются транспортной картой. Почему транспортной картой пользуются? За скидки удобства как раз. Ну, конечно, существенное, я считаю, что было бы здорово, чтобы она осталась. За скидкой? На карте в месяц где-то 500 рублей уходят. Поэтому, ну, не знаю, мне всегда больше нравится по транспортной карте ездить, потому что не замечаешь, как деньги тратятся, например, в поэкономии. Мне так больше нравится. Ну, скидка – это несущественная. А карточка просто удобно пользоваться. Мелочи в кармане нет. В Краевом Минтрансе признают, коммерсанты в своем праве. Скидка по карте была их доброй волей. Сейчас чиновники ищут выход из этой ситуации. В том числе рассматривают и вопрос об изменении стоимости проезда в общественном транспорте. Конечно, мы удивлены подобным заявлением. Да, сложно, но вот так вот в одностороннем порядке, скажем так, предпринимать такие шаги, ну, наверное, это, скажем так, не по-партнерски назовем это. Это не очень верная, наверное, стратегическая позиция. Понятно, что Министерство транспорта готово к переговорам с перевозчиками. Пожелания у коммерческих перевозчиков такие – отменить акцизы на топливо, либо субсидировать на уровне края затраты на него. Уже на следующей неделе в Краевом Минтрансе должны сообщить, удалось ли им прийти к соглашению с коммерсантами или нет. А далее в выпуске. Главный тренер и директор футбольного клуба «Енисей» дали эксклюзивное совместное интервью нашему телеканалу. А также поговорим о том, когда и где в Красноярском крае построят 14 новых детских садов с ясельными группами. Оставайтесь с нами, мы вернемся после рекламы. Правительство Красноярского края не планирует отдавать в аренду земли китайским фермерам. На этой неделе в СМИ появилась информация, что китайская сторона хотела бы получить в нашем крае 150 тысяч гектаров земли под сельскохозяйственные нужды. Мы попросили разъяснить ситуацию заместителя представителя правительства края, министра сельского хозяйства Леонида Шорохова. Вот что он нам рассказал в небольшом интервью. Леонид Николаевич, все-таки мы дадим в аренду большие участки земли китайским предпринимателям или нет? Ну, я бы сказал так для начала, думаю, что это скорее всего трудности перевода с русского на китайский или с китайского на русский. Если просто снимать земли сырье и поставлять себе, у себя перерабатывать, конечно, мы будем категорически против такого рода занятия деятельности у нас на Красноярской земле. Это точно. Нам нужны инвестиции. Мы за приход иностранных инвестиций без вопросов. Землю обрабатывать в Красноярском крае мы умеем. Мы это доказываем из года в год. Несмотря на сложные сибирские условия, климатические катаклизмы, которые нас в последнее время, в последние годы преследуют, мы все-таки от Урала до Тихого океана 15 лет подряд держим лучшую урожайность в Красноярском крае. Мы еще можем увеличить на 4-6 центров с гектара нашу урожайность. Мы готовы к инвестициям вот на эти цели. Хорошо. Тогда как вы видите идеальную модель сотрудничества с китайской стороной? Увы, если исходить из опыта, вообще, вот вы помните, раньше были китайские теплицы, значит, у нас здесь много было их. Мы, наверное, первые в Сибирском федеральном округе решили так категорично с ними расстаться, потому что, в принципе, по данным Россельхознадзора, сложно было отследить за четкой культурой земледелия, внесением правильных средств химической защиты растений, стимуляторов растений, ну и так далее. Вопросов тут очень много. Поэтому мы действительно в последнее время очень активно работаем с представителями бизнеса Китая, которые приезжают, говорят о том, об их желании поработать с нами на Красноярской земле. Но у нас практически всегда одно условие. У нас есть хорошие компании, которые владеют земельными участками. Есть компании, которые с радостью примут вас в себе как бы соучредители. При условии, что вы принесете свои капиталы на модернизацию парков, на строительство перерабатывающих производств, совместное предприятие, доли могут там 50 на 50. Вносите свои деньги в строительство той переработки, которая востребована у вас в Китае. Мы вот поставим ровно то оборудование и будем делать для вас ровно ту продукцию, которую вы через совместное предприятие можете реализовать на всей территории Китая. То есть, если я вас правильно понял, то мы не готовы давать землю в аренду, но готовы принимать китайские инвестиции и сотрудничество. Илья Николаевич, закончился сезон. Как оцениваете работу своих подопечных? Зерно в этом году очень качественно. 90% нашей красноярской пшеницы – это 3-4 класс продоволки. 70% из них – третий класс. Если в масштабах России, то в России третьего класса примерно 22-23%. Это наше преимущество такое бизнесовое, что наше зерно всегда будет востребовано, цена на зерно будет достойна. Животноводы отработали превосходно, я считаю. Думаю, что перспективы у красноярцев, у крестьян красноярских достаточно хорошие. Ну и, конечно, залог – это профессионализм тех, кто трудится на нашей красноярской земле, кто живет в селах и деревнях. Низкий поклон. Спасибо им за это. А на земле мы действительно работать умеем. В пятницу лучшие труженики села Красноярского края получили по традиции ключи от новеньких автомобилей. Вручение ценных подарков состоялось на праздновании Дня урожая. На торжественной церемонии губернатор края Александр Ус также отметил лучших краевыми знаками отличия за трудовые заслуги и званиями заслуженный работник сельского хозяйства России. Среди награжденных – комбайнеры, механизаторы, лаборанты, сотрудники животноводческих хозяйств. Приятно, что с каждым годом тех, кого наградили по заслугам, становится больше. В 2015 году вручали 8 автомобилей, в 2016 – 10, а в этом году уже 12 машин. Среди обладателей новеньких автомобилей – героини и нашего следующего сюжета. Наш корреспондент Александра Арепьева поехала в Ужурский район, чтобы посмотреть, какие они люди, которые получают такие награды. Ольга Барбакова, лучшая свинарка края, встречает нас на КПП. На свинокомплексе все строже, чем на секретном объекте. Посторонним просто так не войти. Худший враг здесь – бактерии и инфекции. Чтобы получить доступ внутрь, необходимо пройти медкомиссию и прожить под наблюдением 72 часа. Не меньше запретов и для самих сотрудников. Мы заходим в грязную зону, раздеваемся, моемся мы целиком. Мы в грязной зоне раздеваемся, то есть полностью моемся. У нас там чистая зона. Мы вышли чистые, обработанные, высушились, одели специальную робу, шлепки и пошли в свои цеха. Нам нельзя ни сотовые телефоны, ни золото, то есть ничего. Мы пришли голушом и ушли голушом. На Ужурском предприятии «Искра» Ольга работает уже 5 лет. Вырастила сотни поросят. Начинала с ухода за телятами, но потом сменила профиль и не пожалела. Чтобы подопечные росли и не болели. Ольга не просто заботится о животных, а поет, приносит игрушки, разговаривает со своими фунтиками и пятачками. У нее есть и мечта – пойти наперекор генетике. Первая поросята, которую я взяла, провела эту группу, у меня был суточный привес 770 грамм. И потом несколько боксов у меня там тоже были за 700. И я своему руководителю сказала, что я хочу килограмм. Она говорит, что не получится килограмм. То есть, ну, по генетике я не смогу сделать килограмм. 700, да, 600, да, там, 500. Ну, стараюсь, не знаю, может быть, когда-то у меня там получится это все-таки. На такой работе, говорит Ольга, недопустимы уныния и хандра. Для поддержания тонуса сельская труженица увлекается спортом. Настольный теннис – лучший досуг. Честь предприятия в соревнованиях приходилось отстаивать не раз. А дома Ольга – заботливая мать четверых детей. Ну, ты начинай с первого задания. Как ты будешь его делать? Давай, где у тебя черновик твой? Черновик. Если сыновья Ольги спортсмены, то единственная дочка Катя – будущая леди. В следующем году она станет ученицей женской гимназии. И муж, и мама Ольги работают вместе с ней на свинокомплексе. Но своих детей в сельском хозяйстве она пока не представляет. Говорит, слишком тяжелая эта работа. Хотя самой очень нравится. Я как-то с самого детства тянулась к животным. У нас было свое хозяйство всегда. У родителей, у нас у самих. Мне нравится это. Я люблю этим заниматься. Есть стремление, желание. Не знаю почему, но я очень сильно люблю животных. А вот сейчас в домашнем хозяйстве только кот и собака. И не потому, что не хочется. Хочется завести кого-нибудь. А нельзя – такое ограничение. Оказывается, сотрудникам свинокомплекса запрещено держать собственных поросят. Чтобы на работу не принести те самые инфекции и бактерии. Хрюкающие подопечные Ольги в этом году помогли ей победить в конкурсе и получить приз. Автомобиль – Лада Веста. Ольга – единственный водитель в семье. И без машины себя не представляет. Была у меня «Жигули». Сейчас пока иномарочку взяли себе. В наше время без машины никуда. Садик, школа, работа. Ну, сейчас будет новая. Скоро новенький автомобиль, который еще предстоит пригнать домой, займет место в гараже. Кстати, в этом году Ольга Барбакова отметит 30-летний юбилей. Победа в краевом конкурсе – лучший подарок. Еще раз поздравляем с наградой. На этом все. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. До встречи. В руководстве футбольного клуба «Енисей» прокомментировали ситуацию в команде. Напомним, вокруг клуба сложилась непростая ситуация. Команда на последнем месте в премьер-лиге. Шли разговоры, что может смениться тренерский штаб. Но на этой неделе главный тренер «Енисея» Дмитрий Оленичев и директор клуба Денис Рубцов дали совместное, подчеркиваю, совместное эксклюзивное интервью нашему телеканалу, где рассказали, как сейчас идет работа в клубе, какие задачи стоят перед «Енисеем» и как их будут выполнять. Главное, команда будет цепляться за премьер-лигу всеми силами. Даже находясь в такой ситуации, в таком положении, еще раз говорю, мы будем требовать и от игроков, и от себя, и от тренировского штаба, со всех, чтобы, допустим, эта задача была максимально решена. Еще раз говорю, руки никто опускать не собирается. Это я вот в узкой связи. 48 очков на кону. Математические шансы же есть. Есть, правильно? Поэтому надо грызть земли, чтобы исправить эту ситуацию. Конечно же, мы в долгу перед болельщиками сделаем все возможное. Некаких даже, как вы сказали, думать доигрывать СИЗО, ни в коем случае. Это лучше тогда собрать вещи и разъехаться нам по дому. А наоборот, надо сплотиться сейчас в такой тяжелый период. Полную версию совместного интервью Дмитрия Оренчева и Дениса Рубцова смотрите завтра, в понедельник, в 21.05, на нашем телеканале, сразу после большого выпуска новостей. И к другим темам. Красноярский край получит из федерального бюджета почти 2,5 миллиарда рублей на строительство 14 детских садов. Причем дополнительные места для малышей появятся не только в крупных городах региона. Важно то, что в новых садиках откроются группы для детей от полутора до трех лет. Новые детские сады позволят сократить очередь на 3 140 человек. Как известно, в целом, за последние 5-7 лет в сфере строительства детских садов произошел очень серьезный, по-настоящему революционный прорыв. Но, тем не менее, для ребятишек младших возрастных групп эта проблема стоит очень остро. Часть из этих детских садов будет построена в городах и в Красноярске, в частности. Но и уже сейчас у нас есть конкретные планы для сельской местности, в частности, в Березовском районе. Просчитан и практически спроектирован этот проект. В Емельяновском и ряде других. Итак, стратегическое развитие сети детских садов понятно. А вот на практике за это будут отвечать муниципалитеты и в какой-то мере Министерство образования Красноярского края. Вот сегодня у нас в гостях Светлана Маковская, министр образования. Здравствуйте, Светлана Ивановна. Мы говорим уже о детских садах с ясельными группами. Я правильно понимаю? Да, конечно. Наиболее напряженная ситуация – это город Красноярск, Березовский район и Емельяновский район. Это именно детские сады с ясельными группами. Но ясельные группы для детей от полутора до трех лет. Потому что для родителей этот возраст особенно важен для того, чтобы ребенок посещал детский сад. Потому что до полутора лет мама очень часто находится вместе с ребенком. А после полутора лет она вынуждена выходить на работу. И, соответственно, ей нужен будет детский сад и ребенку тоже. Места уже определены? Расположение их ясно? В настоящее время город Красноярск как раз изыскивает земельные участки. Производит проектирование для того, чтобы привязку проектов повторного применения на тех участках, которые земельные, свободные участки. Понятно, что мы будем настаивать на том, чтобы эти детские сады появились именно в тех микрорайонах, в которые наиболее испытывают сложности с детскими садами. Это у нас и микрорайон Покровский. У вас все практически то, что было построено за последнее время. То есть туда пойдет концентрация? Ну, в час. В какой-то степени да. Но есть у нас и новые районы, которые появляются. И где тоже должны быть обязательно детские сады. Потому что развивается очень серьезное жилищное строительство. Как долго будет разрабатываться вот этот, скажем так, проект? Как долго будут готовиться площадки, когда начнется строительство? Фактически строительство должно начаться уже в 2019 году, потому что средства предусмотрены на три года. 2019, 2020 и 2021 год. Фактически по окончании этого трехлетнего периода должно быть введено порядка 3 140 мест. Это именно на те федеральные средства, которые получает Красноярский край с федерацией. Соответственно, самое, так скажем, дальнее время, когда уже непосредственно должен начаться строить детский сад, спустя полгода, то есть во второй половине года 2019, уже нужно начать строительство. Уже будет начаться строительство. И за сколько примерно, вот вы говорите, три года должны все это дело построиться, но сколько строится у нас детский сад примерно? Через сколько появятся хотя бы первые места? Примерно по нормативам строительства, примерно застроится год именно строится. Но есть еще процедуры определенные, конкурсные. Но мы надеемся, что уже к концу 2019 года город Красноярский, жители города Красноярска должны почувствовать, что этот проект реализуется. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Будем надеяться, что вот теми темпами, которые мы с вами здесь обозначили, это будет стоить, потому что действительно ясельные группы, они нужны, и многие уже об этом говорят. Светлана Маковская, министр образования Красноярского края, сегодня была у нас в гостях. Ну а далее в выпуске. Получат ли китайские фермеры в аренду сотни гектаров земли в Красноярском крае и кому на этой неделе вручили ключи от новеньких автомобилей? Об этом после небольшой паузы.